Плавильщики переглядывались «Дескать жалко, и со шлаком что-то делать надо». «Так оно и должно быть», — не унимался Иван Игнатьевич. «У хорошего хозяина». «А ну-ка, хороший хозяин, растолкуй мне, что я должен делать, если передо мной стоят такие задачи», — вкратчиво сказал начальник цеха и вытащил из кармана свою счетную линейку. «По плану я должен был дать в конце года металла сколько?» «Знаешь?» — Малюгин отметил на линейке цифру. «Так, хорошо, дали мы его». «Передали, больше выплавили. Но все, что мы получили от переработки шлаков», — он передвинул ободок на линейке, — «идет по графе полупродукты, а потому в вал не засчитывается». «Улавливаешь картину?» «А ведь трудовые-то и материальные ресурсы, голубь ты мой милый», — Малюгин повысил голос, — «при этом расходуются, да еще как?» «И вот тебе форменный парадокс. Чем больше мы наращиваем переработку шлаков, тем заметнее снижается показатель производительности труда». «Ты звольте радоваться, как ты любишь, Иван, выражаться». Малюгин щелкнул ободком и сунул линейку в карман. Иван Игнатьевич, сбив шапку на затылок, наморщил натертой подкладкой лоб. «Вон с какого бока зашел Петро! Его, конечно, голыми руками не возьмешь, но то он и головастик, весь цифрами оброс колючий. Так ведь к или сам первый секретарь обкома поднимает вопрос насчет шлаков, нашел аргумент Иван Игнатьевич, как источники наших резервов, то уж, наверное, он в курсе дела, выгодно нам это или нет». Парч вмахнул рукой. Мыл, нечего разглагольствовать с ним, с этим Комараковым. И чтобы уж совсем пришибить его, задал ему новую задачку. «Ты вот мне, Комараков, ответь, раз ты такой прыткой». «Кадровый вопрос помоги решить», — усмехнулся Парторок. «У меня вот в кармане для убедительности похлопал он себя по груди. Семь заявлений лежат. Семь, заметь, не одно. Семь специалистов, заметь, собираются уволиться». «В один раз!» — ахнул Иван Игнатьевич. «Это что на них нашло?» «А вот знай чего. На бам, видишь ли, зателось». «На бам?» «Да кто же это Семьера?» «Молодежь?» Парч вхмыхнул. «Как бы не так. Это все старые кадры. Семейные люди. Как прикажешь рассматривать?» «Да», — почесал в затылке Иван Игнатьевич. «От тебе и да!» Малюгин был доволен, что Комракова загнали в угол. Глянув на часы, он тронул Парычева за рукав, а сам уже вроде как забыл напрочь этот зряшный разговор, затеянный неугомонным соседом. И, глядела, уже только нашла кого сгонку, так и потянула его туда словно магнитом. И Парторг готовно пошел за ним. «Ну, ты и дал им понюхать. Он как раскочегарил», — сказал Сопрунов. «Покрепче твоего нюхательного получилось, дядя Вань». Плавильщики засмеялись. А Иван Игнатьевич потерянно глядел на матово-мерцающую сизую корочку свинца, которая за это время возникла в Бангрессе. Высокий гость пожаловал в плавилку нежданно-негаданно. Во всяком случае, так решил Иван Игнатьевич. «Где это видно?» — сказал он себе, «что первый секретарь обкома ходил по цеху в сопровождении одного лишь директора комбината и начальника цеха. Заглянул Иван Игнатьевич в плавилку в обеденный перерыв. Вроде как чуял, что именно сегодня надо сюда наведаться. И только вошел в пролет, машинально прислушиваясь к гудению шахтных печей, как сразу же наткнулся глазами на громадную фигуру Большина Рымова. И вот первого он и заметил. И ростом бог не обидел, и в плечах касая сажень, и при всем том подвижный. Рядом с ним директор комбината Вахромеев казался щуплым и хилым, хотя дядя был еще тот. А уж про Малюгиной говорить нечего, совсем терялся по виду. Краем глаза уловил Иван Игнатьевич, что плавильщики все как один тоже следили за этой троицей. Но от своих рабочих мест, понятное дело, не отходили. И тут пожалел Иван Игнатьевич, что высокое начальство сегодня как на лобном месте, без шумного, суетливого прикрытия. Самый-то момент подойти бы, смешаться с толпой и послушать, о чем они там втроем толкуют. Но так просто теперь не примагнитесь к ним, сразу заметят и спросят, небось, в упор, «Тебе чего, Комраков?» Иван Игнатьевич не знал и не мог, конечно, знать, что полчаса назад, когда Вахрамеев был в обкоме, секретарь обкома без всякого предисловия сказал директору «Поехали к тебе». «На комбинат?» – не понял тот. «В плавилку», – буднично уточнил больше Нарымов, словно не замечая удивления и даже легкого смятения Вахрамеева. «Ни сегодня, ни завтра, ни в другие ближайшие дни секретарь обкома, насколько это было известно директору, не собирался навещать комбинат. Такие поездки с бухты-барахты не делаются. Во всяком случае, руководство предприятия обычно ставится в известность заранее». Только в плавилке директор понял, что Больша Нарымова интересует новая шлаково-сгоночная печь. Секретарь обкома бывал раньше в этом цехе несколько раз, хорошо представлял себе, где и что тут, поэтому сразу пошел в дальний конец за конвертеры. Он долго глядел на установку, словно пытаясь прощупать взглядом все это хитроумное сплочение труб, в которых, как в живых артериях, пульсировала своя жизнь скрытная, сложная. Весь уйдя вслух, Больша Нарымов склонил голову на бок, и казалось, что какое-то горячечное посапывание шлаково-сгонки говорило ему о чем-то таком, что огорчало его, вызывая на большом мясистом лице легкую гримасу разочарования. И хотя директор комбината знал, что первый секретарь обкома по образованию «Металлург» все же снисходительно улыбнулся украдкой. Чего, мол, разыгрывать тут комедию, ведь есть же технические показатели, и намного лучше они стали по сравнению с теми, какие имела прежняя установка. «Надо строить новый цех», со вздохом неожиданно промолвил Больша Нарымов. «Какой новый, Матвей Егорович?» машинально спросил директор, все еще улыбаясь. «Специальный по переработке шлаков». Вахрамеев нахмурился. Разом отлетело хорошее настроение, словно дал о себе знать приступ застарелой боли. В печенке они сидели у него, эти отходящие шлаки. Посмеиваясь из-под тишка над Больша Нарымовым, он хитрил, обманывая сам себя, делая вид, что по части плавилки ему волноваться нечего. Теперь тут все в порядке, реконструкцию закончили, включили в оборот новые резервы производства. А нет. Погас моментально, стоило Больша Нарымову копнуть болячку. Ох, как ныла душа! Ведь тысячи тонн ценнейших металлов лежали в терриконе мертвым грузом. Кому, как ни ему, директору крупнейшего в стране комбината, задающего тонн во всех начинаниях металлургов, думать об этом. Но, думай, не думай, одним махом тут ничего не решить. Слишком сложное это было дело. «Цех не фьюминг-установка», сказал Вахрамеев. «Само собой», усмехнулся Больша Нарымов и вроде как согласно покивал головой. «Цех — это не шлаково-згоночная печь. Я бы и не стал терять сейчас время, Сергей Михайлович, и твое и мое, если бы нас с тобой устроила еще одна такая вот шлаково-згонка. Малюгин бы сам с этим справился». Секретарь покосился на державшегося чуть в сторонке начальника плавильного цеха, который заметно растерялся, когда увидел нежданных гостей и все еще толком не пришел в себя, хотя до этой последней фразы Больша Нарымова никто ему не сказал ни слова, ни полслова, только молча пожали руку. «Черт или в ней в этой дури!» набирая силу голоса, язвительно продолжал секретарь обкома с явным недоброжелательством, уставившись на шлаково-згонку, словно она была живым человеком, в чем-то крепко провинившемся. «Место только занимает. Да мозги вам пудрит. Рапортовали, небось, в министерство. Все в порядке. Реконструкции плавилки закончено. Так ведь иного выхода пока нет, Матвей Егорыч. Есть. Есть, Сергей Михайлович. Цех надо строить. Иначе мы будем ковыряться со шлаком до морковки на узагивание». «Цех?» «Легко сказать. Сколько лет мы просим об этом свое министерство? А надо не просить, а делать!» С нажимом произнес Большина Рымов. Директора удивил тон секретаря обкома, словно тот знал что-то такое, чего не знал он в Охромеев. «Делать?» «Да, делать». Министерство приняло соответствующее решение. Так вот оно что. Видимо, секретарь обкома узнал об этом сегодня, незадолго до их встречи. Может быть, разговаривал с министром? Они вышли из плавилки. Большина Рымова не терпелось прикинуть хотя бы на глазок, где ставить будущий цех, а заодно проверить, как идет строительство западной ветки от ТЭЦ, которая должна будет дать тепло и новому цеху. Вот тут-то Иван Игнатьевич и пристроился к ним, быстренько подался к дверям и встал в широком проеме так, будто он сам по себе здесь ощутился, выглянул на мороз подышать свежим воздухом, на погоду поглядеть и вообще провести оставшиеся полчаса обеденного перерыва по своему усмотрению. Они разом поглядели на него, просто так обернулись, без всякой мысли, и он тоже просто так из вежливости взял и поздоровался. И этим-то двоим высокому начальству только кивнул, а с Малюгиным, стоявшим к нему ближе всех, поздоровался за руку. Во-первых, по старой привычке, во-вторых, какое-то чутье подсказало, что надо, надо протянуть ему руку. Черт, я знаю, почему так подумалось. Умом-то еще не успел сообразить, что таким-то образом он как нельзя лучше втянется в разговор, а чутье вот и пособило. Вышло, как по писанному. Сначала Петро, заметно поколевавшись, торопливо сунул ему руку и тут же выдернул, как бы говоря, отвязни, отвязни, Иван, только тебя здесь не хватало, и уже отвернулся от него, но дело было сделано. Крепко и с потряхыванием, даже поклонившись слегка, даванул в Ихромеев немаленькую пятерню Ивана Игнатьича, а следом за директором, словно так оно и предполагалось, и ждали тут, Комракову не могли дождаться, шагнул к нему и секретарь обкома и тоже потряс ему руку по-мужски уважительно. От всего сердца и Иван Игнатьич пожал сильную ладонь, больше на Рымова. «Стоит, зараза!» брякнул Иван Игнатьич, подчиняясь тому же чувству, что-то делать дальше. «Говори, не молчать!» «Кто?» удивился секретарь обкома. Иван Игнатьич встретился с испепеляющим взглядом Малюгина, осаживающим его, загоняющим обратно в плавилку, и хотя невольно подался было назад, смущаясь еще и от того, что не нашел в торопях другого слова, неругательного. Но что-то в нем было сильнее немого приказа Малюгина, и он, отвернувшись от начальника плавильного цеха, с готовной живостью подхватил вопрос Большенарымова. «Да кто-кто?» «Терекон, — говорю, стоит и не чешется». Большенарымов засмеялся, теперь уже с любопытством приглядываясь к Ивану Игнатьичу. Вслед за ним расплылся в улыбке Ива Хромеев. А уж Малюгину, понятное дело, тоже ничего не оставалось, как сделать вид, что ему стало весело. «Не чешется, значит?» переспросил секретарь обкома. «Ну?» «Вон какая махина!» «Вымахал!» «А чего ему чесаться?» Не сбавляя такого неожиданного в себе напора, сказал Иван Игнатьич. «Если сами-то мы, ну, которые и наворотили эту дурью гору, даже и не думаем беспокоиться. Хоть бы хны нам!» «То есть, как это?» вставил директор. «А так, Сергей Михайлович, если бы мы хоть маленько шевелили мозгой, опять вроде как бы назло самому себе, сказал он с какой-то грубоватостью, но теперь даже и не поморщился, то они дошли бы до этого безобразия!» Малюгин хватко дернул его за рукав, но секретарь обкома подступил ближе, и Петро сразу отцепился. «Почему вы думаете, что до безобразия?» «А чего тут хорошего?» «Стыд и позор!» «Про научно-техническую революцию говорим?» Иван Игнатьич шлепком ладони загнул на левой руке большой палец. «Об охране недр закон приняли?» «Про скрытые резервы производства чуть не каждый день в газетах пишем?» Он вытянул вперед ладонь с тремя согнутыми пальцами. «Куда дальше-то?» «А он стоит себе, этот черный террикон!» «И не чешется!» подхватил секретарь обкома, но вовсе без пустой веселости, а с тем ехидством в голосе, который, по мнению Ивана Игнатьича, только и годилось в таком разговоре. Вахромеев с Малюгином переглянулись. «Иван Игнатьич, выразительно глядя на часы, со старательным миролюбием в голосе, начал было Малюгин, все-таки пытаясь, видно, отшить такого негаданного собеседника, но секретарь обкома опять помешал. «А вы кем тут работаете?» спросил он Ивана Игнатьича. «Я-то плавильщик это!» ответил за него Малюгин. «Ай да, Петро, вот что значит старый друг!» «Двадцать лет у шахтных печей», подтвердил Иван Игнатьич, «и рабочим, и подручным, и плавильщикам, и старшим плавильщикам». «Ну вот, Сергей Михайлович», сказал секретарь обкома, «слушай, что сами металлурги говорят». «Спасибо!» «Непонятно за что поблагодарил он Ивана Игнатьича, подал ему руку, и сразу же, озаботившись, и как бы напрочь забыв про него, отвернулся и стал смотреть в глубину заводского двора. Вахромеев, все еще хмурясь, тоже уставился на заводской пустырь, они уже заговорили о теплотрассе, которую монтажники тянули как раз в этом районе, а Ивану Игнатьичу все еще не хотелось верить, что разговор с ним окончен, и я, конечно, извиняюсь». Он прислушался как бы со стороны, достаточно ли в его голосе твердости и уверенности. Секретарь обкома и директор комбината одновременно обернулись к нему. Иван Игнатьич заметил, как страдальчески исказилось лицо Малюгина. «Вопрос у меня к вам, товарищ секретарь, важный. Уже не столько, как металлург его задаю, потому что на другой работе я сейчас вынуждена. А как член партии неожиданно для себя складно вывел Иван Игнатьич, будто кто подсказал ему, как удержать сейчас внимание секретаря обкома. «Слушаю вас, товарищ. Насчет резервов, значит. Ваша статья так и называлась. Вы все правильно обсказали. Исключительно даже правильно. Но ведь вот такой парадокс получается. Иван Игнатьич посмотрел на Малюгина. Форменный парадокс. Чем больше резервов включит в дело хозяйственников, чем больше он достигнет годового роста продукции, тем больше ему накинут план в следующем году. Ведь накинут, спросил он в Ихромеево, и тот машинально кивнул. Во! Как передать накинут? А как его выполнить, если резервы-то все исчерпаны? Он же начальник цеха или директор, как для себя самого старался, все пустил в оборот для пользы дела. Ничегошенька про запас не оставил, никаких скрытых резервов. И как ему дать после этого повышенный план? Секретарь обкома смотрел на Комракова. Тут ответ требуется немедленный, хоть ничего особенного в вопросе бывшего плавильщика не было. Обо всем этом и знают, и говорят. Больше на Рымову стало неловко, как потому что мысли эту он не высказал сам в своей статье, воздержался почему-то, хотя все время думал как раз об этом. «Я вам отвечу», сказал секретарь обкома, так как, если бы отвечать ему нужно было не здесь, на заводском дворе, и не этому человеку в потешных очках, старой тужурке, мятой облезлой шапке и валенках в самодельных чунях, а где-нибудь на партконференции или партийном активе, обращаясь с трибуны к залу. Я скажу, надо нам и дальше совершенствовать экономическую реформу, систему стимулирования, добиваться, чтобы для каждого коллектива были стабильны плановые задания роста производства на несколько лет вперед. Иван Игнатьич помедлил, как бы осознавая сказанное и сопоставляя его со своим мнением и согласно кивнул. Он, может, еще что-нибудь добавил, но появились из цех парторг-парычев, главный инженер, главный технолог, еще, еще, обступили со всех сторон, учтив и здороваясь с секретарем обкома и норовя поближе к нему встать. Сбежались все же, усмехнулся Иван Игнатьич. Но теперь мне тут делать нечего. И пошел к себе в бытовку, потому что самое время было начинать работу. В тот же вечер Петро пришел играть в домино. Это только предлог был. Уж кто-кто, а Иван Игнатьич едва лишь увидел его на пороге, сразу понял, что Малюгин сегодня было не до игры. Сыграем, что ли? Якобы бодренько, так непринужденно предложил он, хотя глаза у самого были какие-то замороженные. «Двойна двоя или как?» Малюгин остановился на пороге зала, поводя головой в сторону и прислушиваясь к звукам, доносившимся из кухни. «Дома, дома твоя партнерша!» усмехнулся Иван Игнатьич. «Ужин готовит!» «Моей тоже некогда, стирку затеяла». «Ну и хорошо, вдвоем сгоняем, спор будет меньше». «А чего нам с тобой спорить-то?» «Ну как чего?» не удивился Петро такому моментальному повороту в их разговоре, будто только и ждал его. «Последнее время ты лишь то и делаешь, что задираешь меня своими глупостями». «Ха! Извольте радоваться! Это какими, интересно, глупостями! А все теми же! Интересно, интересно! Ну, ходи ты! Исключительно интересно!» Малюгин хмыкнул. «Пенсионный возраст у тебя, Иван, вот и весь интерес!» «А у тебя какой? Не пенсионный?» задел за живой Иван Игнатьевич. «Мы же с тобой одногодки, Петро! Чего ты молодишься-то?» «Одногодки бывают разные!» «Откнул Малюгин. Тебя уже пять лет как списали из плавилки, а мне еще там работать, да работать!» Иван Игнатьевич передвинул костяшку, игра вот-вот должна была переломиться в его пользу, и он, довольный, уже как бы и не обижался на соседа за такие слова насчет одногодок. «Сдавайся, Петро!» «Давай ты ради!» «Ну, как хочешь, все равно ведь придется!» «Это уж как получится!» Малюгин зло швырнул оставшиеся костяшки на стол. «А, с тобой всегда так!» «Играешь как-то ненормально!» «Везде первым норовишь быть!» Иван Игнатьевич положил последнюю костяшку. «Все!» Похохатывая, Иван Игнатьевич собрал домино. «Жадность тебя обуяла!» добавил Петро. «Ты во всем такой!» «Хм, так уж и во всем!» «Во всем!» «Чего не коснись!» Иван Игнатьевич перестал улыбаться. «Исключительно интересно!» «Даже если работу взять не унимал Самалюгин!» «Казалось бы, тебе надо идти на пенсию!» «Лучший выход!» «Ничего иного не придумаешь!» «Ищет пять лет назад так и надо было сделать!» «По горячему цеху у тебя сколько выходило?» «Я помню, больше двадцати лет!» «И возраст хватало!» «Что еще нужно?» «Да ты бы сейчас пенсии получал больше, чем в подсобке зарабатываешь!» «И здоровье бы сохранил!» «Да?» «Съязвил Иван Игнатьевич!» «Ты так считаешь!» Иван Игнатьевич снова разволновался. «Я тебе, Петро, скажу так!» «Если я и сдал за эти годы, то только потому, что меня с работы на работу гоняли!» «Сегодня одно, завтра другое!» «Тут поневоле состаришься!» «И все одногодки тебя в старики запишут!» «Удивляться не приходится!» «Я и говорю, не жадничай!» «Да разве это жадность?» «А что еще?» «Тебе в плавилку обратная охота!» «На большой оклад!» «Вот ты и ходишь вокруг да около!» «Прошлаки толкуешь!» Губы Ивана Игнатьевича заплясали. «Да разве поэтому я?» «Поэтому, поэтому!» «Тоже мне борец за научно-технический прогресс!» «За разум! Я борец!» Выкрикнул Иван Игнатьевич, и ему самому стало неловко заказенные свои слова. «Ведь довел до греха этот головастик!» Малюгин засмеялся. Смех был натянутый, злой. Давно его подмывало высказать Комракову все, что он о нем думает. Но тут же я осекся, заметив в дверях Аню. «Чего вы тут расшумелись?» Сделанной веселостью спросила она, будто не допускала и мысли, что мужики за игрой могут рассориться.